Утро на радио «Спутник в Крыму» со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров. 8.05. Также динамично мы идем дальше, в прямом эфире работаем. И сегодня очень много тем у нас на повестке. Вторник, 18 апреля на календаре. Сокращенная неделя, рабочая, активная в Крыму на этой неделе, благодаря праздникам. Но мы будем в эту сокращенную неделю поднимать самые актуальные темы. Одна из них – это аллергия. Действительно, те, кто страдают от весенней аллергии в период цветения растений, чувствуют себя не очень комфортно. Мы все прекрасно знаем. И нос закладывает, и глаза слезятся, и в горле тоже что-то щекочет. Вот как раз сейчас мы спросим у специалиста, что делать, чтобы к активному цветению подойти во всеоружие, хотя цветение уже наблюдается. А может быть, уже даже поздно готовится. Нужно сейчас просто купировать все симптомы. Все эти вопросы зададим нашей гости на связи со студией. Это Рина Ларинголог, ассистент кафедры от Рина Ларингологии Института Медицинской Академии имени Георгиевского Крымского Федерального Университета Татьяна Крылова. Татьяна Александровна, здравствуйте. Доброе утро. Татьяна Александровна, поздно уже что-то делать с аллергией? Или еще для профилактики есть какое-то место в нашей жизни? Наверное, вы были правы, сказав, что готовиться нужно заранее. Но есть разные способы лечения аллергии. Один из них можно назвать барьерными, то есть те, которые можно сейчас использовать. Другие – медикаментозные. Но самым главным, наверное, и патогенетическим способом лечения аллергии является аллергенствическая терапия. Вот ее нужно, конечно же, проводить в димнее время, за 3-4 месяца до начала цветения. Поэтому кто уже подошел к сегодняшнему цветению, может воспользоваться только мерами по ограничению контакта с аллергеном, то есть с пыльцой, и применить медикаментозные способы лечения. Наиболее широко используются у нас сейчас антигистаминные препараты и топические назальные кортикостероиды. Но, конечно, все это нужно использовать только после назначения врача, потому что аллергический лед может скрываться за некоторыми другими проблемами, патологиями. И я считаю, что нужно все равно обращаться к аллергологу, особенно если это первый или второй, например, год, когда еще диагноз не выставлен правильно. То есть аллергию, прежде всего, надо выявить. Это тоже дело для профессионалов. Не все, когда закладывает нос или слезятся глаза, можно отнести к аллергии. Какой-то, может быть, самый верный признак аллергии можно назвать? Ну, к аллергическому риниту, если мы о нем говорим, да, относятся несколько симптомов. Это заложенность носа, это обильные водянистые выделения из носа. Желательно, чтобы было чихание, потому что этот кост считается тоже подагномомичный признак именно аллергии. И зуд носа и глаз. Очень часто аллергический ринит сопровождается поражением и других органов. Да, это глаза, например. Это кашель, может быть. Даже в тяжелых случаях может сочетаться с приступом бронхиальной астмы. У пациента может быть ранее быть какой-то фон. То есть просто так не появляется аллергия вдруг сразу. Обычно ей пришествуют некоторые другие фоновые заболевания. Поэтому и правильно собранная аллергия, и какие-то маленькие симптомы, они потом складываются в правильный диагноз. Ну, давайте мы, может быть, сейчас объясним нашим слушателям, что опаснее всего из аллергенов на сегодняшний день уже расцвело. Потому что очень много уже чего цветет, что-то только распускается. Может быть, дадим какой-то список, что аллергикам лучше не нюхать или проходить мимо, а лучше вообще обходить десятой дорогой. Нюхать вообще ничего не рекомендую, потому что кроме настоящей аллергической реакции может быть еще и вторичная, неспецифическая диториактивность. Вот поэтому в любом случае никакие лепкие запахи, даже они могут не являться аллергеном, являются раздражающими для аллергиков. Но спектр растений, которые вызывают аллергии, на самом деле не такой большой, как многие думают. Они относятся, все эти растения, к ветроопыляемым. Поэтому переносятся они ветром. И часто аллергики замечают, что в ветреную сухую погоду чувствуют себя хуже. А лучше чувствуют себя после хорошего дождя или рядом с какими-то водоемами. Поэтому если вы выходите гулять, то в такую погоду лучше не выходить на улицу, так как однозначно, даже можно не мухая, все равно получить дозу аллергена в пиле воздуха. Также можно ограничить контакт с аллергеном, используя либо маски, либо респираторы, либо нанося на нос специальные средства, которые образуют барьер и препятствуют в течение одного-двух часов попадания именно в кровеносное рысло под клизистый слой, где и происходит иммунная реакция аллергена. Что же касается спектра аллергенов, то это зависит от региона. Но в этом отношении Крым, конечно же, уникальный, потому что у нас весна начинается бурно и сразу. И такой стадийного цветения у нас не получается почти никогда. В этом году одновременно начали цвести и деревья, и луговые травы. Или они еще высаживают их на газон, и поэтому тоже можно говорить, что это газонные травы. Из деревьев самым сильным аллергеном считается береза. Но у нас ее не так много, поэтому это в основном аллерген на средние полосы России. Но, тем не менее, у нас родственники березы тоже есть. Это и лещина, вяз, ольха. То, что выглядит в виде сережек, цветет до появления листвы. Вот как раз это те деревья, которые являются одними из самых аллергичных. И тут же сразу у нас зацвели луговые травы. Вот они не только в лесах, да, на пикниках, мы их встречаем на дачах, но и в городской среде тоже их достаточно много. Выглядят они в виде колосков разной формы, и к ним относятся райграсс, например, льжа сборная, соколос. Вот как раз сейчас ранний период для их цветения. То есть посоветовать можно, ну, самое элементарное, где-то в таких зонах цветения не прогуливаться, от этих поездок воздержаться. И стараться или в маске ходить. Есть же еще часы, да, цветения активные, когда самая активная пыльца может быть. Да, наибольшее количество пыльцы выделяется в утренние часы, где-то с пяти до семи утра. Поэтому даже в некоторых рекомендациях советуют закрывать окна. Или, если уже окна открыты, закрывать их мокрой тканью, да, чтобы пыльца на сетке, чтобы пыльца могла задержаться этим способом. Слушайте, ну вот элементарно спрошу вас, так, исключительно какой-то такой бытовой простой вопрос, если мы говорим о том, что самую большую опасность представляет пыльца, которая с пылью разносится в воздухе и оседает на нашей слизистой. А обычные солнцезащитные очки тоже, получается, могут помочь от аллергии? Конечно, да, абсолютно верно. То есть мы максимально пытаемся защитить, если вот самое, да, простое использовать. Даже есть носовые фильтры. Если кто-то хочет, да, себя защитить более тщательно, то в аптеках продаются носовые фильтры. Вот, они есть одноразовые, многоразовые. Можно носить в такой виде прищепочки ставить в нос. Обязательно, конечно, надевать какие-то защитные очки. Когда вы гуляете, то, ну да, надо, конечно, изъягать место, где активное цветение происходит. Или лучше около водоемов гулять, да, потому что все-таки в этом месте, да, немножечко пыльца прибивается. Около моря можно гулять спокойно, потому что там тоже такой климат, который сразу эту пыльцу осаживает либо на море, либо на кочеву. Поэтому вот такие простые рекомендации. Кроме того, когда вы уже приходите домой, вы же понимаете, что, да, пыльца, она проникает везде, она очень мелкая. И поэтому можете сразу снять с себя одежду. В идеале можно принять душ, да, вымыть даже волосы, то есть, или закрывать их, когда вы ходите, потому что они тоже очень хорошо впитывают все полетанты, умыться, и можно промыть нос морской водой. Вот еще вот такой способ тоже хороший есть. Тоже как раз вымыть носовой душ, так мы говорим образно, да, смывая еще и слизистой носа, и умывая лицо, смывая с кожи, глаза, да, можно в глаза закапать тоже капли типа искусственной слезы. Это тоже активизирует собственные защитные механизмы нашего организма и помогает бороться с пыльцом. У нас есть несколько часов, прежде чем пыльца запустит иммунологическую реакцию, да, которая закончится вот. Казалось бы, все очень просто, но эффективно и действенно. Еще, Татьяна Александровна, спрошу у вас, у нас очень часто к аллерге относятся, ну так, знаете, поверхностно, несерьезно, и когда доходит дело до каких-то аллергических реакций, очень многие сами идут в аптеки и просят, вот сейчас процитирую, что-то от аллергии. Можете объяснить, чем препараты от аллергии отличаются один от другого, и почему очень важно их подбирать именно с врачом? Конечно, препараты все разные. И прежде всего, да, если мы говорим об аллергии на растения, то категорически больным, страдающим от этой аллергии, противопоказаны препараты растительные, фитопрепараты. Хотя, например, да, всякие там от кашля, сборы или от насморка могут включать растения. Это очень часто происходит. Поэтому, во-первых, если человек не знает, на что у него аллергия, ну, как можно этого избежать? Этого очень сложно избежать. Вот, даже доктор не всегда, да, ориентируется, потому что там нужно знать ботанические семейства, родственники. Во-вторых, препараты назначаются в том числе и симптоматические. То есть, все равно же мы оцениваем состояние человека. Есть у кого-то более выраженная заложенность носа, а если у кого-то выражено более истечение слизи из носа, кого-то зуб больше беспокоит, кого-то даже общие симптомы аллергии могут быть. Есть такой термин, как пальцевая интоксикация. Иногда даже может дра поленоса сопровождаться повышением температуры до небольших цифр. И некоторые люди отмечают сильные головные боли, покраснение лица, то есть, такие симптомы апатии, слабости. Иногда даже и перепутать можно с ОРВИ, допустим. И, конечно, препаратов очень много. И, конечно, мы руководствуемся какими-то показаниями. И еще же противопоказания есть. Не все препараты подойдут каждому индивидуально человеку. Возрастное ограничение есть в препаратах. Ну, в общем-то, достаточно. Это большой такой раздел, да, лечения аллергического организма. Ну, просто, да, здесь хочется... Как бы нам ни хотелось, да, нет никакой вот одной волшебной таблетки, которую ты выпил, и все. И она помогла. На весь сезон, да. Просто хочется объяснить слушателям, что все-таки к врачу надо обращаться. Врач подберет и дозировку назначит, и время лечения назначит. Это тоже очень важно. Не просто так выпил таблетку от аллергии, все прошло. Что касается лечения, давайте мы, может быть, подробнее скажем. Вы в самом начале коснулись того, что если кто не успел уже сделать заранее такую профилактику серьезную зимой, тот, конечно, уже сейчас не успеет. Но, тем не менее, вообще аллергия лечится на сегодняшний день или не лечится? Или все это миф, что аллергию можно излечить? Нет. Ну, как бы существует такое промежуточное понятие, как введение в стойкую ремиссию. То есть абсолютно, конечно, вылечить аллергию мы не можем, потому что она имеет гены предрасположенности. И страдают аллергией только те, кто эту предрасположенность, да, имеет фоноследцию передается достаточно часто. Вот. Но все равно у кого-то проявляется, у кого-то нет, у кого-то раньше, у кого-то позже. На этот этап пока мы воздействовать не можем, хотя разработки научные такие уже проводятся. Возможно, через несколько лет мы можем сказать, что мы аллергию победили. Вот. Но на сегодняшний день у нас есть тоже достаточно хороший, хорошо зарекомендовавший себя метод аллергенспецифической иммунотерапии. На самом деле этому методу уже около ста лет. И он используется давно. И когда-то был очень распространен на территории Советского Союза родоначальником, да, были наши отечественные ученые. Но недостаток был в том, что аллерген приходилось вводить подкожно, то есть в виде уколов, требовалось медицинское наблюдение. Вот. Хотя этот способ остался и до сегодняшнего дня и рабочим. Но если просто этот способ заключается в том, что клин-клином вышибают? Да, примерно так, да. То есть мы вводим, но только обязательно нужно подобрать точный, да, аллерген. Вот почему мы говорим, что диагностика тоже очень важна. То есть подобрать правильный аллерген виновный и вводить его, вызывая как бы привыкание нашего организма в ответ на системное введение экстракта аллергена. Ранее были только инъекционные способы, а на сегодняшний день мы уже можем применить и сублингвальные методы. Это когда кладется либо таблетка под язык, раскрасывается в ротовой полости, либо спрей наносится под язычную область и в течение 1-2 минут задерживается. То есть очень просто и легко, без всяких уколов и неприятных ощущений. Какой процент того, что ремиссия наступит после такой терапии? При полинозах где-то до 80% отличных и хороших результатов. У больных к круглогодичным аллергическим ремитам где-то 70-75%. Довольно-таки высокие цифры. Да, достаточно высокие, да. Вообще тяжело понять, на что конкретно у тебя аллергия, насколько сегодня вперед шагнула медицина в контексте распознавания, как это можно сделать. И в принципе человек, который страдает аллергией, ему обязательно знать, на что у него аллергия? Или есть какая-то общая форма? Да, нет, нет. Вот как раз-таки первый очень важный момент, это нужно нам обязательно знать, на что. Потому что мы убираем, да, можем этот гат-аллерген, он же не только в пыльце находится, он же находится и в растительных продуктах. То есть иногда это и эллиминационные диеты. Невозможно убрать все и сразу, да, никто не будет придерживаться такой диеты. Но когда ты точно и конкретно знаешь, какие продукты тебе рекомендуются, вот особенно в период цветения, то в принципе этот поленоз даже и легче проходит при обострении. Второе, виновный аллерген, да, нам нужен для подбора аллерген специфической терапии. Действительно он специфическая, строго-специфическая. И именно успех зависит от того, насколько точно мы подобрали аллерген для дефинсибилизации. Какие же методы используются для этого? Ну, опять-таки, мы пользуемся и давними, проверенными способами, и новыми. Из наиболее известных это кожево-скористикционно-аллергопробы, да, то есть это как бы провокация. Мы делаем насечки на коже предплечья и наносим туда разные аллергены. Где произошла реакция в течение где-то 10-15 минут, там уже мы видим, какой аллерген у нас вызывает аллергии и насколько сильно это аллергия. То есть достаточно простой способ, но аллергены не всегда имеются, да, в полном составе, которые вообще могут быть. Поэтому он имеет право на жизнь, но он тоже не очень широко может полностью, да, определить спектр. Хотя иногда наоборот. Некоторые растения, они же только определенные регионы существуют. И поэтому такие региональные растительные препараты, наоборот, лучше выявляют аллергию. Но опять-таки, конечно же, это все узнает грамотно аллерголог. И второй способ – это исследование сыворотки крови на предмет вот этих специфических иммуноглобулинов класса И, специфических именно какому-то аллергену. То есть существуют как бы скрининговые тесты, когда вы идете в лабораторию. Вот, например, первый раз у вас это случилось, и вы вообще не знаете, есть аллергия, да, или нет. Вот можно сделать просто скрининговый тест, куда входят там 10-12 самых распространенных аллергенов. Они тоже есть для детского возраста, для взрослого возраста, потому что спектр аллергенов немножечко меняется. И в ответ вам просто будет либо да, есть какая-то аллергия, либо нет. Вот. И тогда вы либо останавливаетесь, считаете, что это другое заболевание, либо начинаем искать дальше, какой же аллерген из представленных оказался виновным. Вот. Далее можно развернуть более подробно. Опять нужна беседа, да, с аллергологом, потому что здесь нужны знания. Как бы очень тщательная беседа с пациентом про многие факторы, да, это и проживание, время обострения, контакты, возможно, с домашними животными, какая пища может вызывать. Например, почти у всех людей, страдающих в полинозах, мед может, да, вызывать аллергические реакции. То есть это уже какой-то такой период. Ну, насколько я знаю, есть вообще перекрестная аллергия, да, когда у нас аллергия на что-то цветущее, она может перекреститься и на продукты. Да, есть перекрестная аллергия, да, и чаще всего она, конечно же, с пищей перекрестна. И вот здесь уже вступают в силу современные методы обследования аллергиков. Это компонентная аллергология, то есть молекулярная. То есть когда мы не просто один аллерген какой-то берем, экстракт, да, а этот аллерген раскладывается на несколько частей компонентов. И часть компонентов вызывает, допустим, симптомы со стороны дыхательных путей при контакте. А другая часть может вызывать пищевую аллергию. И не всегда она согласуется, да, с полинозом дыхательных путей. Вот. Поэтому, да, такие способы существуют. Они, конечно, стоят дороже, но настоящие дни все-таки они стали более доступными. И такой развернутый анализ у нас, например, в Крыму предоставляют 3 или 4 лаборатории. Поэтому, да, можно, конечно, и этот способ использовать. И тогда уже получить, ну, я думаю, что полную информацию, да, то есть мы уже точно видим, какой аллерген виноватый, в каком количестве он присутствует. И вызывает ли он перекрестную аллергию со стороны пищевых продуктов. И можно ли пациента в дальнейшем лечить аллергенспецистической иммунитетерапией. Ну, в общем, серьезный процесс. И аллергикам бы желательно о нем задуматься заранее. Ну, или, в принципе, понимаешь, что аллергия – вещь серьезная. Татьяна Александровна, буквально у нас полторы минуты остается. Давайте объясним, чем опасна аллергия, если ее не лечить. Вот если так просто купировать ежегодно и ничего не делать. Ну, конечно же, аллергия имеет сопутствующие заболевания. То есть это достаточно большая частота встречаемости у аллергиков стенуситов, хронического танзелита, у детей острых гнойных отитов и эксплуативных отитов, которые, да, могут приводить впоследствии к сужению слуха. Это предрасполагающий фактор для возникновения хронических гнойных средних отитов. Это поражение сопутствующей кожи, да, зуд кожи – это тоже очень неприятный симптом. Но самым неприятным считается возникновение дальнейшей бронхиальной астмы. По сути, это инвалидизирующее заболевание. И анафилактический шок, от которого даже можно умереть. При полинозе редко, но описывались такие случаи чаще при аллергии на амброзию. Она у нас тоже скоро будет. Да, амброзия – это отдельная история, конечно. Да, амброзия – это отдельная тема. Ближе к лету, наверное, мы коснемся и амброзии, хотя борьба с ней ведется, но как-то не особо успешно. Татьяна Александровна. Успешно, я считаю. Успешно все-таки? Хорошо, что вот смотрите у нас. Да, потому что я даже сама замечаю, что борется именно меньше стало этих кустов, когда оно явно видно. Косятся газоны сейчас не один раз в сезон, а пять-шесть раз. Это очень хорошо, как раз срезаются колоски, и это препятствует распространению пульцы. Ну, как говорится, амброзия – это уже история… Дорогу увлажняют, это тоже хорошо. История такая летняя-осенняя больше, мы к ней еще непременно вернемся. Татьяна Александровна, остается вас поблагодарить за советы, которые сегодня были озвучены. Очень надеюсь, что нашим слушателям они помогут. Спасибо вам большое, до свидания. Спасибо. Всего здоровья желаю. На связи со студией была Татьяна Крылова, Тарина Ларинголог. Всем вам желаем крепкого здоровья и никакой аллергии.